В Каменске-Уральском полным ходом идет подготовка к Новому году. В коридорах власти настроение тоже праздничное. Перед зданием городской администрации строится ледовый городок. При новогодней суете чиновники явно забыли о проблемах горожан. Ну ничего, сейчас напомним. Этой женщине государство подарило материнский капитал. Суммы подарка хватило только на то, чтобы купить хибару на окраине города. Когда в доме ободрали штукатурку и начали ремонт, он просто развалился. Жакова приехали, посмотрели, сказали, не трогайте, а то валится. Вот с этих пор мы и ждем. Потом была комиссия, была наша комиссия, была Свердловская комиссия. Мы посмотрели наш дом, сказали, что Свердловская вообще сказала, что его селять надо с МЧС. Нам определили сроки. До 1 сентября 2017 года дом должен быть снесен. Но с 1 сентября 2017 года никаких приглашений, никаких, ничего не было. Люди обратились за помощью в городскую администрацию, но чиновники, похоже, объявили итальянскую забастовку. Они с ног до головы обложились законами, не позволяющими им расселять аварийные дома. Эта квартира сына, он сейчас живет на квартире с двумя маленькими детьми. Платят за квартиру и платим еще за то, что вот это вот здесь стоит. От злополучного ремонта пострадали и другие квартиры в этом с позволения сказать доме. Жильцам предложили на выбор или переселиться в другие аналогичные бараки, находящиеся в еще более плачевном состоянии, либо в пьяную общагу. Естественно, что люди отказались от такого счастья и пошли на прием к мэру Алексею Шмыкову. Но тот не захотел общаться с горожанами и папашами в беду. Впрочем, после нескольких попыток штурма неприступная крепость кабинета градоначальника пала под натиском прокурорского представления. После вмешательства надзорного ведомства жители аварийного дома все же пустили в тронный зал под башней с курантами на площади Ленинского комсомола. Пустить-то пустили, но не более того. Был город Шмыков. Когда я к нему зашла в кабинет на прием, он сидел за столом, писал. И я присела на стул, он даже не отвлекся на меня. Вот именно в этой квартире заставляют жить семью с маленькими детьми. Давайте пройдем вовнутрь. Здесь есть все необходимое для жизни. Умывальник, кресло, даже лопата для снега. Ну а как иначе двор чистить? Пройдем дальше. Стены развалились. Все сыпется. Потолка тоже, можно так сказать, условно нет. По стенам везде сплошные трещины. В горе собственники квартир на улице 16-летия октября, видимо, поняли, что ловить в этом городе больше нечего. И вслед за администрацией начали украшать свои жилища к Новому году. Мэр города Алексей Шмыков считает, что люди виноваты в своих бедах сами. Жительница купила дом. Она его не получила в советское время, не приватизировала. То есть это не социальные наймы. Она его купила. Какое жилье покупала, она знает. Да, теперь, конечно, знает после того, как стены рушатся начали. Неужели вы, уважаемый мэр, сами верите в то, что несете на камеру? А вы сами-то застрахованы от того, что ваш великолепный танхаус в сосновом бару не даст трещину? Может быть, тогда махнетесь домами с горожанами, интересы которых вы по закону должны представлять? Есть федеральная программа, которая сегодня заканчивает реализацию в этом году. Будет принято новое. Ее пока нет на федеральном уровне. Но мы единственный муниципалитет Свердловской области, который начнет реализовать программу переселения в следующем году. В том числе мы начинаем переселение в шести домах, которые признаны на 1 января 2015 года аварийными. Единственный муниципалитет Свердловской области за счет средств местных жителей. В следующем году? А где гарантии? Хоть одна бумага-то есть? Ладно, люди вновь поверят на слово. А что им еще остается? Эта тема, к сожалению, не заинтересовала местных журналистов. Вообще как-то странно, местные акулы и пера, и микрофоны работают. Их не интересуют не только местные проблемы, но даже солидные и вполне позитивные мероприятия, как, например, этот чемпионат России по зимнему плаванию. Он прошел в Каменске в конце ноября. Право принимать эти соревнования город получил с большим трудом. Вопрос в Москве пролоббировали каменские спортсмены, но никого из местных журналистов мы здесь не увидели. Секрет в таком отношении к столь значимым для города мероприятиям кроется в том, что здесь попросту не было мэра. Как выяснилось без ведома Шмыкова, здесь вообще ничего не происходит. Тем более телевизионщики без его разрешения не работают вот под ОМОН и предстает во всей красе на всех городских телеканалах. Какую кнопку не нажмешь, везде мэр. Все летает в крестовину, нет и голоден. Что-то буквально, я прямо ошибся, здесь мне абсолютно плохо видно. Добрый день, я скажу вам почему. У нас встречи с вами традиционные, на сегодняшний день. Почему сегодня? Да, то есть мы понимаем, что уже начало лета. Просмотрев все сайты госзакупок, мы не нашли ни одной записи, свидетельствующей о финансировании каменских телекомпаний, лебезящих перед мэром городской администрации. Может быть здесь словно в 90-х оборот наличности процветает? Но оказалось все намного проще и законнее. Финансирование местных СМИ идет из областного бюджета. А имея хорошие связи покровителей, в представительстве региона мэр Шмыков вполне способен контролировать информационный климат в городе. Директор местной телекомпании признает факт госзаказа. Мы участвуем в конкурсах, которые разыгрываются на освещении деятельности Свердловского правительства. Что-то выиграем, что-то проигрываем в разных совершенно денежных выражениях. Возьмем типовую каменскую газету, живущую за счет средств городского бюджета. Читаем заголовки. Кэр на связи. Вот еще. Правильное питание – залог здоровья. Идем дальше. Чем сердце успокоилось? Это, кстати, о визите мэра города Шмыкова на собрание в партию «Единая Россия». Мамма ми, да здесь же читать нечего. Теперь предназначение этой газеты исключительно такое. Еще одна запретная тема в местных СМИ – это кредиты, которые администрация города набрала в коммерческих банках. Кредитные линии под гарантией бюджета в последние полтора года открывались на различные суммы. В основном от 40 до 100 миллионов рублей, но в большом количестве. В конкурсах участвовали разные кредитные учреждения, среди которых были даже весьма экзотичные для Урала. Например, банк Уссури и банк Юшкар-Ала. Впрочем, экзотикой каменских чиновников не подкупить, потому муниципальные контракты были заключены вполне тривиальными Сбербанком и Совкомбанком. В общей сумме мэрия назанимала в коммерческих кубышках 430 миллионов рублей. Однако с учетом процентов придется отдавать уже более 507 миллионов. Самый лакомый кусок городского бюджета достанется Сбербанку. Почти 40,5 миллионов. Аппетиты второго победителя, то есть Костромского банка, принадлежащего нидерландской финансовой компании Совко Кэпиталс, партнер БиВи, куда скромнее. В иностранный бюджет утечет 36,6 миллионов рублей, собранных уральскими налогоплательщиками. Брались кредиты года строительства детских садов в свое время. То есть мы сегодня перекредитуемся в под 10% кредитоправности на исполнение, чем 12%. То есть мы снижаем налоговую нагрузку. Во-первых, мы так просто закрыть их тоже не можем. Во-первых, нужна доходная база. Кредиты парались, поэтому мы сегодня снижаем процентную нагрузку на бюджет. Такая версия вызывает большие сомнения, ибо детские садики, построенные в последние пару лет, не только не введены в эксплуатацию, там до сих пор еще с подрядчиками не рассчитались. Да и кредитов, которые нужно было бы рефинансировать в системе госзакупок, мы не нашли. А не кажется ли вам, что деньги идут взаимозачетом на пиар-мэра? Впрочем, мы не утверждаем это. Делайся выводы сами.